Ууу, какое у ролика провокативное название! Наверное, сейчас Сейн будет затирать проповесточку 20 минут и вешать на меня все вот эти вот стереотипы этих сумасшедших фемок, которые давно уже все права получили, а теперь хотят отобрать права у мужиков! Но в действительности лет пять назад, если не больше, я делал ролик с заголовком «Соболезную феминизму». И соболезновал я ему в первую очередь из-за репутации, которую он получил в последнее время. Собственно, этот видос в первую очередь для парней, ну или для девушек, которые ненавидят феминизм по каким-то причинам, объясняющий именно вот мой взгляд на это с минимально возможным количеством повесточки. Повесточка фри-видео. Так что устраивайтесь поудобнее, расчехляйте ваши привилегии. Вы на канале Сейна. Думаю, если вы что-то и слышали про школы в США, то это то, что у нас учат лучше. И могу сказать, что это правда в каком-то смысле, потому что, наверное, среднеамериканский школьник знает меньше, чем среднероссийский. Но все мы понимаем, какими методами это достигается, и сколько стресса испытывают наши школьники, особенно во время экзамена. При этом строгость учителей и большая нагрузка не гарантируют высокие баллы, а иногда и мешают их получению. Свои вот годы сдачи ЕГЭ и ОГЭ я вспоминаю с ужасом. Всем, кому предстоит сдавать ЕГЭ или ОГЭ в 2025 году, я рекомендую онлайн-школу Сотка. К тому же сейчас у них действует специальное предложение. Школа разыгрывает Мерседес С-класса среди своих учеников. Как вам такая мотивация? И если вы начнете готовиться прямо сейчас, то, во-первых, сохраните себе очень много нервных клеток в период экзаменов, а во-вторых, можете выиграть реально что-то крутое. Что именно, Сотка пока не сообщает, но поговаривают, что это еще круче, чем Мерс. К тому же в Сотке вы можете заниматься где и когда угодно, и вас подготовят по всем четырем предметам всего за 4180 рублей. Домашку проверяют за 20 минут, а при покупке подписки на сентябрь вы получаете бесплатную подготовку до сентября. И только посмотрите, как все оформлено. Если бы у меня были учебные материалы с таким дизайном, я бы, наверное, сдал ЕГЭ на баллы повыше. Кстати, по промокоду SEIN вы получите скидку до 8% на первый месяц подписки или 3% на пакетные предложения. Так что дерзайте, вы все сдадите и везде поступите. Возвращаемся к ролику. И еще что хочется сказать вначале, я не называю себя феминистом, профеминистом и так далее, потому что вот как раз мне неинтересна субкультурная часть этого, мне неинтересно обсуждать это в Твиттере, мне неинтересно быть в тусовочке и так далее. Но мне кажется, иметь вменяемое широкое представление об этом вопросе в общем всем полезно. Этот ролик невозможно не начать с предисловия о том, что если вы смотрите на какое-то большое общественное течение с кучей последователей, которая вызывает какую-то бурю в СМИ и просто считаете, что они все тупые, у вас вот есть какое-то однозначное мнение, что да они все просто зомбированные, промытые, а я вот чувак из Жулебина прекрасно понимаю, в чем тут дело. Они просто не догадываются. Скажу тебе по секрету, это ты тупой. И как раз таки свою современную репутацию феминизм заработал именно из-за того, каким образом действуют СМИ. То есть наивысшие охваты получают именно те новости, которые собирают наибольшее количество реакции. А это, конечно, наиболее шизовые новости. Потому что история про то, что какие-то там профессии открыли для женщин, добавили какую-то штуку на рабочих местах конкретно для женщин, еще там чего-нибудь кто-то добился, появился первый местечковый сенатор какого-нибудь округа женщина. Эти новости распространяются совершенно не так, как какая-нибудь сумасшедшая фемка сделала что-нибудь сумасшедшее, эти фемки совсем с ума сошли. И вот вам яркий пример инфомясорубки, в которой мы пребываем каждый день. В этом видео чувак рассказывает про то, что одна радикальная феминистка, которая недолюбливает трансов, распространила новость о том, что, мол, леваки хотят поощрять мужчин за писанье сидя, чтобы поддержать транс-мужчин. Но проблема в том, что это мем. Первоисточник этой картинки буквально страница с мемами. И понимаете, дело совершенно не в том, что в данном конкретном случае феминистка не права. А мой ролик типа призван защитить феминисток. Нет, в первую очередь важно ориентироваться в этой информации. То есть, если что-то звучит как полный бред, с высокой вероятностью это и есть бред и не является правдой. Потому что нужно читать дальше, чем заголовок. Да, безусловно, в части случаев бред, к сожалению, окажется правдой. Но, чуваки, это далеко не все случаи. И если вы ведетесь только на заголовке, вы будете существовать в этой вот нелепой упрощенной версии мира. И базара нет, что сумасшедших историй от представителей вот особенно радикального феминизма вагон и маленькая тележка очень много. Вот гендерфлюидный вертасексуал сделал блестящую карьеру конкретно на этом. Но судить движение, включающее в себя миллионы людей, основывающее свои идеи на реально существующих прям сегодня общественных проблемах. И в том числе совершающее уже там разные политические изменения по парочке фриков, создающих наибольшее количество инфошума. Ну это как минимум ускалоба. Это вот именно неумение пользоваться интернетом. Ну вернее, вот воспринимать информацию в современной реальности. И вот вам яркий пример, который произошел буквально там вот пару недель назад. Мега развирусился видос, как минимум в англоязычном интернете наверняка и до вас долетел, про то, как рандомных девушек на улице спрашивают, если бы вы встретили в лесу мужчину или медведя, с кем бы вы хотели встретиться меньше? И большинство девушек в этом видосе говорят, что больше хотели бы встретиться с медведем. Естественно, у мужчин разорвалась жопа. Собственно, хочу сказать справедливо, потому что вот действительно самая такая несправедливая к мужчинам часть всей этой ситуации состоит в том, что просто про белых мужчин сейчас можно сказать все, что угодно абсолютно. И эти девушки, вот говоря это, стоя на улице, на интервью, вот на видео, которое, очевидно, кто-то выложит куда-нибудь, они не стесняются это сказать. И вот это вот неправильно, что они не задумываются над тем, что, да, сравню-ка я мужчину с диким зверем и выберу, пожалуй, дикого зверя. Похер. Представьте, что то же самое, их бы спросили про афроамериканцев. Вот кого бы вы хотели меньше встретить, афроамериканцы или медведя? Жесть, они бы задумались. Вне зависимости от того, что они думают на самом деле и какой у них был опыт в реальной жизни. Считаю ли я общепринятую допустимость таких высказываний неправильной? Да, считаю. Но что я считаю гораздо более важным, так это то, что вот вам просто эксперимент, который вы сами можете провести со всеми своими знакомыми представительницами женского пола. В какой-нибудь подходящий момент спросите их, подвергались ли они когда-нибудь в своей жизни какого-то рода домогательством. У меня вот на моем опыте не было ни одной женщины из всех возрастов, комплекций, национальностей, вот самых разных своих знакомых женщин, я спрашивал, не было ни одной, у кого не было такого опыта. Кого-то буквально хватали на улице, и у них получилось вырваться, вот просто посреди района. На кого-то дрочили из-за забора в детском саду, кого-то лапали в общественном транспорте, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, в этом уравнении просто вот на предложение познакомиться ответ нет, а после этого с тобой все равно очень активно продолжают знакомиться, это даже не считается вообще. И к очень большому сожалению, ваши сестры, матери, девушки живут именно в таком мире. И при этом же существует история про сама виновата, ну она была слишком откровенно одета, и другие оправдания совершенно неприемлемого поведения. И вот вся эта история с кэнсел-культурой, у нее на самом деле не так много живых примеров успешно отмененных людей. А вот зато людей, которые кого-то насиловали, и в итоге с ними вообще ничего не произошло, вы можете нагуглить в любой стране огромную кучу. Собственно, чем развите и страна, тем больше для этих людей какие-то есть последствия. И опять же, сейчас там вот история с самой идеей кэнсел-культур, я ее не оправдываю, но именно безнаказанные насильники, они буквально повсюду. И если вам кажется это утрированным, то опять же, дело в том, что парни этого не боятся. И тоже, я понимаю, что я парень, и я этого не боюсь. Но, например, после 10 вечера в магазин я свою девушку лучше отправлять не буду, я лучше сам схожу. И поэтому в следующий раз, когда будете сетовать на какие-нибудь действия радикалов, вспоминайте вот эти вот примеры. И я здесь делаю много сносок, потому что я понимаю, что в любом случае не застрахуюсь от какого-то количества непереубеждаемых и вообще невменяемых людей в комментариях, но так или иначе, я понимаю, что скорее всего в вашей голове уже очень много информации по этой теме. И наверняка вы знаете очень много примеров какого-нибудь неадекватного поведения тех, кто называют себя феминистками. И безусловная правда, что есть феминистки, которые натурально ненавидят мужчин. И как бы с ними уже ничего не поделаешь. То есть вот опять же, то, что исходя из моих слов прекрасно можно понять, как они пришли к таким выводам и к такому мировоззрению, это не оправдывает само мировоззрение, потому что, ну блин, из ненависти к половине планеты ничего хорошего в любом случае не выйдет. Ровно так же огромное количество женщин не хочет ассоциировать себя с феминизмом именно из-за такого вот медиашума вокруг него. Но самое ужасное, что вот этот вот медиашум и смешные статейки про то, насколько медведь на самом деле опасен, они в итоге отворачивают людей от реальных проблем общества. И в итоге, из-за вот этого медиашума, многие считают как бы логичным закрыть глаза на очень рациональные вещи, на реальные гнойники общества. И основной посыл этого ролика не будьте слепыми к реальным проблемам, лучше будьте слепыми к медиапердежу. И я пока готовился к этому видосу, посмотрел, что вообще говорят на русском ютубе по этой теме, и местами это такая пещера, это просто кошмар. Один из самых популярных тейков, мол, феминизм первой волны боролся за равноправие женщин, а вот теперь они борются за привилегии. Но ведь привилегии это не равноправие, получается несправедливо. Но ведь нетрудно найти или просто додуматься, да, очень объективных и понятных примеров, как, например, декрет. То есть у нас есть вот функция женщины с воспроизведением рода человеческого, которую никуда не денешь. Но при этом это делает ее невыгодной для работодателей, потому что, ну вот, с определенного возраста приходит замужняя женщина устраиваться на работу, и напрашивается вывод. Так она родит. Так получается, нужно будет ей платить деньги, пока она будет не на работе. Даже если не платить деньги, то получается, она будет отсутствовать, или даже если ты ее уволишь в этот момент, нужно искать нового сотрудника. И вот по итогам всего этого получается, что для женщин это либо стопорит карьеру, либо, в принципе, делает недоступными некоторые пути. И несмотря на то, что дети нужны как бы всем, а не только женщинам, получается в итоге какие-то ограничения, от этого получают женщины в первую очередь. И вот если вообще абстрагироваться от такой глобальной справедливости, и именно посмотреть на это вот так жестокими глазами мужика, а че нам не похуй на это? Ну, ну реально, ну как бы по справедливости не их проблемы, ну по факту-то, их проблемы. И вот сейчас спич о том, почему это плохо. Вот сейчас предельно честно. По-моему, очень много кто живет вот в такой как бы парадигме, что женщины это, ну типа полулюди. Даже если они вот это прям откровенно не говорят, то все равно это сквозит очень много в каких их рассуждениях, таких вот оценках разных ситуаций и так далее. У нашего поколения это поменьше, но часто встречается, у наших родителей это поголовно. Начиная от стендапа Евгения Петросяна, заканчивая современным рэпом, а где-то между этим вот реальная жизнь, в которой там есть женщины-водители, не дай бог женщины-политики, и все вот это вот, про что кто-то прям откровенно говорит, что да это бабы, а кто-то более стесняется, но как бы имеет это вот в подтексте. Это сквозит воспитание, где те главные выскочить замуж, вот ты вот растешь красивая, вот хорошо замуж выйдешь, а дальше ну что-нибудь будет, ты там вот главное в процессе не потеряйся, а так все нормально. После этого женщины, украшения коллектива, и так далее, и так далее, и так далее, на всех этапах одно и то же. И многие женщины, из-за того, что они вот вырастают в такой среде, они с этим соглашаются, и в итоге действительно формируются без такого же, как у мужчин, количества интересов, каких-то хобби, увлечений, собственных вот мировоззренческих штук и амбиций. Из-за этого же неудивительно, что им сложнее найти общий язык с мужчинами, потому что они с самого начала разделены как бы вот по разным колхозам. Вы вот там занимаетесь серьезной всей своей мужской фигней, а мы ну всем остальным и еще рожать. И в итоге мужики, которые воспитаны вот с такими представлениями о женщинах, находят себе именно таких женщин и убеждаются в своей правоте. И как бы действительно, у нее вот реально на кучу вопросов взгляд не женское это дело. Есть куча живых женщин, которые на полном серьезе неиронично используют словосочетание женская логика. Вот такая штука, делающая скидку на твое интеллектуальное развитие, на твои какие-то вот способности рассуждать о мире вокруг, да, потому что заранее, ну, не женское это дело понимать, что происходит. И действительно, самое ужасное, что несложно найти реальные примеры людей из анекдота про блондинку. Вот прям вот действительно, как из анекдота вылезших. Но самое, по-моему, мерзкое в этом всем, это то, что куча мужиков с этим соглашаются и такие, да, вот, пожалуй, человек из анекдота про блондинку и станет моей спутницей жизни. Я изначально ее не уважаю, я изначально считаю, что она, ну, ну, не скажу, что прям не человек, но все же все понимают, и я с ней буду жить, и тоже и буду ругаться с ней, и сделаю с ней общих детей, но все это время буду так считать и так к ней относиться. И, безусловно, не все мужики такие, не все женщины такие, не все родители такие, не все пары такие, не все, не все, не все, Не все, не все, не все Но как думаете, был бы ли в России такой же уровень безотцовщины Который есть сейчас, если бы не было этого отношения Если бы с самого начала, в принципе, вот установка в поиске себе партнера Она обязательно включала в себя отношение к нему как к равному Ну или к ней как к равному Мне кажется, разница была бы колоссальной Но все то, что я описал, это еще не вся проблема Вытеснение женщин из вот реальных сфер развития общества Опять же, если вы считаете, что этого нет, то прием, оно есть И мало того, что можете просто посмотреть на количество женщин-политиков Также можете посмотреть, например, один из последних видосов Александра Панчина Я буквально недавно вот смотрел там его новые истории про науку И он там упоминал, что какие-то авторы мужики не хотели вписывать имя женщины Которая очень важную роль принимала вот в каком-то исследовании Просто не вписывали Или тоже, какое количество мужиков не хотели бы иметь женщину-начальника? Ну, че мной баба будет командовать? И даже, опять же, если они это напрямую не говорят Люди, которую эту вот начальницу собирались назначить Они это понимают Им не хочется проблем Поэтому им легче найти мужика на ту же должность И в итоге мы реально лишаемся ценных кадров Которые, опять же, вот Если бы не было предубеждения про женщину-начальницу Если бы была решена каким-то образом пофикшена вот эта история с декретом Там куча способов Мало того, что уже отцы остаются на декретах Так еще, короче, не мое дело выдубить, как именно это решить Но, понятно, мысль То это привело бы нас к тому, что у нас просто стало бы больше компетентных специалистов в разных сферах Что очевидно хорошо Но, кроме этого И дальше вот чисто мои рассуждения Но вытеснение женщин из нормальных сфер Ведет к тому, что они идут в сферы, где их никто не отвергает И часто это оказываются всякие мошенники Типа астрологов, торологов Там всякая медитация дышания маткой Вся вот эта вот херобаза Берется от того, что Блядь, вот это вот не женское дело Займись какими-нибудь своими женскими делами И нашлись люди, которые такие, бля, они ничем не заняты Им всю жизнь говорили Не заниматься ничем нормальным Сейчас мы их, блядь, займем И выживает всякая вот эта ересь Именно за счет такого же снисходительного отношения Ну, у них там бабьи дела Они чем-то бабьим занимаются Опять же, понятно, не все, не всегда Не только женщины и т.д. и т.п Но вот я убежден Что если б именно планка сама по себе Была такая же, как мужикам То вот у астрологии, например, было бы гораздо меньше последователей И последовательниц И в итоге я не призываю никого становиться феминистами Или феминистками Но вот мне лично Не хочется жить в мире Где вот одна половина считается Ну, какой-то не такой Ну, вот что ты с ней, блядь, давайте Давайте, давайте, ладно Потому что, ну, неизбежно надо нам с ней взаимодействовать И мне кажется, гораздо лучше жить в мире Где мы все уважаем друг друга как личностей И ко всем именно как к личностям Предъявляются равные требования И мне кажется, даже если вы каждый день Как мантру не читаете Ну, баба тупы, ну, баба тупы Но подсознательно это вот в голове держите И у вас в общем такое убеждение есть То вы все равно ежедневно подтверждаете этот паттерн Потому что у вас заранее снижены требования В том числе к вашему кругу знакомств А если этот паттерн убрать И начать относиться все-таки ко всем индивидуально То тогда вот будут требования такие же, какие к парням И тогда захочется найти каких-то умных девушек И окажется, что вау, так они есть И мое личное мнение, что это может добавить Очень много очаровательной, прекрасной, шикарной, восхитительной гармонии В вашу жизнь А для всех, кому сегодня не хватило контента У меня есть восхитительная, запрещенная в России социальная сеть Инстаграм Которая, ну, невероятно красивая Ну, вот даже потому, что вы здесь видите Очевидно, насколько она красивая, шикарная и восхитительная Ну, нужно же зайти на нее тогда, вот, подписаться И там пару лайков поставить И сторок посмотреть Ну, и всякое вот такое А для тех, кто хочет вообще жестко помочь каналу выживать В это тяжелое время То можно подписаться на мой закрытый чат в Телеграме Который называется Фокус Группа Сейна Это по максимальной подписке на Бусти и Патреоне Но она на самом деле не такая дорогая А зато есть менее дорогая По которой вы получаете доступ в закрытый паблик А вход в который 350 рублей через Бусти и Патреон Там каждый раз музыка, кинища, книги, фильмы Накоплен огромный архив Он только выполняется И все это для вас И все это так недорого И шикарно Только чтобы вы на все это дело подписались А на этом все Спасибо, что досмотрел Ты знаешь, диктонка подписки Или лучше было крикнуть Патриархат Давай не секс, суки, бляй Без этого джоболь только Одна боль только